здравствуйте уважаемые друзья дорогие коллеги мы с вами снова на канале психфарм тв который всегда на вашей стороне мы на вашей стороне до такой степени что мы вас понимаем что в эти новогодние праздники вообще в первые дни нового года не хочется думать о грустном а хочется поговорить о чем-то веселым ну и мы постарались создать для вас несколько передач которые во первых более веселые во вторых они связаны с комментами которые вы делали под нашими видео и мы хотим вам ответить на ваши вопросы мы хотим чтобы вы немножко расслабились и под подумали о чем-то ну более веселым скажем что вам поможет жить в этом новом году итак мы начинаем с рассказа о том что человек может принять printelix и зажмурится как всегда вы знаете что психфарм тв свои ролики основывает исключительно на научных данных вот наше внимание а вообще вам надо сказать что когда занимаешься препаратами то постепенно начинаешь рабочий день походит привычку с того что читаешь что нового появилось о том или ином препарате надо вам сказать что был у меня учитель который всегда свой рабочий день начинал именно с этого он просматривал что нового какие новые публикации о том или ином препарате ну собственно говоря постепенно и я тоже так начал делать и вот мне попалась очень интересная статья которая называется синдром мейджа связанный с вортиоксетином или брентеликсом у двух сестер сообщение о случае ну кто-то скажет а что за чертовщину я сейчас прочел на самом деле это не чертовщина это очень интересный синдром который впервые был описан американским вы видите неврологом вудом восемьдесят седьмом году а значит он этот синдром описал но как всегда бывает человек который первый описал он не всегда в честь его называют синдром называют синдром который не просто описал а который дал подробное описание и опубликовал в солидном научном журнале так вот это сделал впервые врач анри мейдж с именем которого собственно название синдром мейджа и связан десятом году он обследовал 10 пациентов вы видите как этот синдром выглядит то есть у больного возникает вот такие гримасы эти гримасы конечно связанные со спазмами мышц возникают они не случайно мы чуть позже об этом поговорим а потом английский врач час дэвид марсон отметил что то же самое выражение лица вот с этим спазмом мышц лицевых мышц наблюдается у картины зевающей очень известного фламандского мной очень любимого художника питера брейгеля старшего ведь даже самая гримаса и с тех пор этот синдром кто называет синдромом мейджа а кто называет синдромом брейгеля старшего вы мне скажете постойте а какое мне до этого дело а на самом деле это очень и очень серьезно потому что к сожалению у нас никто не знает фармакологию у нас никто не изучает фармакологию антидепрессантов из-за этого возникают большие проблемы но для нас для людей которые работают на псих фарм тв узнать что брентеликс вортиоксетин вызывает синдром мышц то есть больно начинает вот так вот гримасничать после приема этого препарата было очень и очень интересно почему это свидетельствует о том что наше предположение о том как этот препарат действует и собственно говоря предположение фармацевтической компании который этот препарат промотирует я имею ввиду компании лунбек они совпали и так чем связан патогенез этого самого синдрома мейджа считается что это синдром мейджа связан нарушением баланса основных нейромедиаторов головном мозге вот из-за этого баланса нарушается передача сигналов и больной вдруг начинает гримасничать самое интересное что именно с этим связано вот именно вот этим балансом различных нейромедиаторов связан механизм действия брентеликса вот здесь видите очень интересную схему который написал нарисовал мой любимый профессор штефан сталь из сан-диего в попытке объяснить как брентеликс вмешивается в самые разные нейрональные системы вы видите из инструкции затрагивает серотонин энергическую норадренергическую трансмиссию затрагивает гистамину ацетилхолиновую гамкоргическую гултоматную то есть этот препарат действительно мультимодальный затрагивает кучу различных нейронов и поскольку может нарушить баланс то и возникает вот этот синдром мейджа таким образом получается что синдром мейджа возникает на четком совершенно на основании на основании механизма действия этого препарата с другой стороны можно сказать что появление синдрома мейджа больного с брентеликсом оправдывает наше представление о том как этот препарат действует ведь многие думают что то что пишется о механизме действия препарата какая-то выдумка блажь каких-то там ученых нет это не так действительно знают о том как препарат действует на нейроны потому что это длительное время изучается и в данный случае вот это вот гримасничание подтверждает механизм действия препарата поэтому мы с вами можем дать следующие рекомендации если врач увидел что больной вот так вот зажмурился когда ему назначили брентеликс врач должен понять что это идет не из-за того что брентеликс один из самых дорогих антидепрессантов в нашей стране больной не от этого зажмурился больной зажмурился из-за механизма действия этого препарата из-за того как он повлиял на нейроны этого больного с другой стороны сам пациент если он внезапно зажмурится пусть он знает что это зажмуривание может быть связано с тем что он принимает брентеликс поэтому когда приедет скорая он может уже что-то определенное сказать врачам и тогда им будет понятней что делать с ним дальше здоровья вам наступившим новым году